Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня мы с вами сделаем несколько полезных советов, идей. Больше всего это будет касаться саморезов, скрытого крепежа и многое-многое другое. Поэтому усаживаемся поудобнее. Поехали! Итак, первый способ, он довольно-таки простой и многие уже пользуются. Иногда нам нужно утопить шляпку самореза вровень с доской. В этом случае мы пробегаем вот к таким зенковкам. Есть со сверлом, без сверла. И вот такие. Кстати, данные зенковки очень хорошо себя зарекомендовали. Давно уже ими пользуюсь. Но что делать, когда нету под рукой? Берем наш шуруповерт, биту и вот таким вот способом... Все, как видим, сделали зенковочку. И теперь вкручиваем наш саморез. Как видим, саморез наш утопился. Следующий совет также касается самореза. Иногда нам нужно закрутить саморез в неудобном месте, где не подлезть рукой. И только мы начинаем прицеливаться, наш саморез падает. Чтобы не было такой ситуации, можно взять обычный магнитик. Данные магниты можно найти, к примеру, в небольших наушниках. Также можно найти... Вот на таких старых рулетках тоже ставятся магнитики. Ну и вот таким способом крепим магнит. И теперь саморез наш не падает. Закрутили саморез. Можно убрать магнит. И все, пользоваться дальше. Кстати, если намагнитилась бита, а нам это иногда не нужно, то можно размагнитить следующим способом. Вытаскиваем биту. Нужен обычный магнит. Я, правда, здесь не снял железку. И через магнит пропустить нашу биту. После этого бита не будет магнититься. Теперь, что касается, когда нам нужно спрятать саморез. Есть тоже несколько способов. Можно взять обычное сверло, восьмерку. Сверлим отверстие. Вкручиваем саморез. Берем вот такой мебельный шкант, восьмерку, и садим его на клей. После того, как клей высохнет, можно спилить. Я буду пилить вот такой ножокой. Придерживаем. Получается заподлицо. Также можно использовать вот такие зенковки. Ставим. Сверлим. Также вкручиваем саморез. И теперь вот я пользуюсь такими, называя их пробочниками. То есть пробки они вырезают. Они продаются сразу комплектом под разные диаметры. Так, вырезать где-то вот здесь буду. Теперь понадобится отвертка. И вот такие получаются пробочки. Так же наклей. И забиваем. Забили. И можно так же. Вот получилось тоже все вровень. Для следующего скрытого крепежа мне понадобится стамеска. Так, берем стамесочку. И вот таким движением поднимаем волокно. Приподняли. Теперь сюда закручиваем саморез. И теперь сюда наносим клей. Излишки уберем. Подложить можно бумагу. Я буду использовать салфетку. Зажимаем струбциной. И даем высохнуть. Ну и после того, как все высохло, убираем бумажку. И останется только прошлифовать. Прошлифовать. Первый способ. Вот второй способ. И вот мы третий. Спрятали саморез. Для следующей самоделки нам понадобится саморез. И вот такой обрезок фанеры. Можно использовать древесину. Закручиваем саморез по центру. Несколько раз прогоняем туда-сюда. Все, наша самоделка готова. Сейчас покажу, для чего она нужна. К примеру, нам нужно на доске провести линию шириной 1 см. Иногда у нас нету длинной линейки или что-то. Вот как раз данная самоделка нам и пригодится. Берем угольничек и закручиваем саморез до 1 см. Как видим, 1 см. Все, и теперь таким способом проводим линию. Как видим, линией на одинаковом расстоянии 1 см. у нас получился. Вот такая вот простенькая приспособа. Таким же способом мы можем сделать и 2 см, и половина сантиметра. То есть, получился такой универсальный рейсмус. Иногда нам требуется закрутить длинные саморезы в древесину. Как видим, саморез не идет. А если будет это еще вдобавок и твердая древесина, дуб, допустим, то саморез намного-намного сложнее будет закрутить. В этом случае нам поможет обычное мыло. Берем саморез и вот таким способом делаем, можно сказать, намыливаем наш саморез. Ну и все, можно теперь пробовать. как пойдет теперь. Как видим, саморез закрутился в 2-3 раза легче. Данный способ дает нам с более-меншей нагрузкой для шуруповерта закрутить саморез. Друзья, на этом моя подборка заканчивается, дайте, пожалуйста, обратную связь, напишите, какая вам идея понравилась, какая нет. Возможно, вы поделитесь какой-то своей хитростью. Всегда вас рад выслушать, прочитать ваши комментарии. Данный ролик выходит последним в этом году, поэтому поздравляю всех с наступающим Новым Годом, желаю вам счастья, здоровья, удачи. Но самое главное это здоровье. Будет здоровье, будет и все остальное. На этом будем прощаться. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok